друзья всем привет с вами виктория сегодня готовим холодный суп гаспачо это очень вкусный рецепт испанской кухни я его очень часто готовлю в жару летом вместо окрошки приготовления нам понадобятся помидоры помидоры нужно брать очень спелые болгарский перец обычно в испании берут зеленый но можно также использовать красный огурец чеснок соль бальзамический уксус оливковое масло белый хлеб можно взять любой белый хлеб батон или багет и вода полный список всех ингредиентов я вам оставлю в описании под видео сначала подготовим помидоры как я уже сказала помидоры должны быть очень спелые и вот такие прям мясистые вкусные от вкуса помидоров будет зависеть вкус вашего супа убираем плодоножку нарезаем помидоры на кусочки чтобы нам было легче их помещать в блендер количество ингредиентов у меня рассчитано на 1 килограмм помидоров если вам столько много не нужно то можно сделать на половину порции часть помидоров сразу перекладываем в блендер по мере того как я буду перебивать буду добавлять потому что у меня блендер это на литра полтора если у вас сразу все уместится то добавляйте все сразу затем вот я беру примерно 250 300 грамм огурца огурец нужно очистить и нарезать на небольшие кусочки чтобы легко поместить их в блендер болгарский перец разрезаем на пополам и убираем семечки нарезаем и тоже помещаем в блендер меленько нарезаем один или два зубчика чеснока на небольшие кусочки нарезаем белый хлеб если он у вас очень твердый то можно предварительно замочить в воде понадобится примерно 100 грамм хлеба чтобы блендеру было легче сразу все перебивать я добавлю немножко воды от общего количества добавляем 30 миллилитров бальзамического уксуса 2 чайные ложки соли и 40 миллилитров оливкового масла и теперь осталось самое простое просто нажать на кнопку чтобы все хорошо перемололась в однородную массу также это можно сделать с помощью погружного блендера теперь у меня здесь еще появилось немного места добавляю оставшиеся ингредиенты заодно сразу можно попробовать если недостаточно чеснока соли или растительного масла или бальзамического уксуса можно добавить еще по вкусу и в самом конце нужно добавить холодную воду так как мы уже добавили пол стакана воды то я добавляю оставшиеся пол стакана консистенцию можно регулировать по вкусу весь суп я тщательно процедила хотела вам показать вот что у меня осталось это вот шкурочки от помидоров от перцев обратите внимание на консистенцию супа получилось то что нужно перед подачей гаспачо обязательно нужно убрать в холодильник подают его очень холодным сервируют гаспачо обычно в небольших тарелочках либо в стаканах сверху присыпают мелко нарезанным болгарским перцем красным луком ну и конечно же делайте все на ваш вкус не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал желаю вам всего самого доброго и до новых встреч пока пока до новых встреч